доброго утра всем участникам сообщества цветанутые сегодня я хочу снять видео по подкормке наших растушек и устом которые мы распикировали стаканчики такие вот по 05 примерно 100 миллилитров по половине вот такие но они у нас уже в таком ответе хочу сегодня подкормить кальциевой селитрой это через неделю после пересадки через то есть сразу после пересадки после пикировки я их ничем не подкармливала и вот сейчас хочу подкормить кальциевой селитрой буквально вот недавно был вопрос девочек почему такие разношерстные ну наверное все таки это зависит от семян где-то посильнее семена где-то не ну как бы не очень сильные со слабоватенькие вот но все равно мы их выхаживаем все до последнего то есть и маленькие вот такие вот совсем малюсенькие да вот видите вот вчера я я тут приболела маленькая и вчера заглянулась к себе свой рассадник и поняла что у меня очень много пересохла устома внимательно пожалуйста смотрите за своими растушками я вот к сожалению не могла стать и поэтому не смогла проконтролировать этот весь процесс потому что под лампами сохнет быстрее хотя они у меня вот под пленками просто накрытая пленочка вот так вот сверху пищевой лоточки но тем не менее они все равно под под просто под пересохли но я вчера их пролила сегодня они уже вроде бы как повеселее вот такие значит сегодня мы подкармливаем кальциевой селитрой который у нас разведена уже давно маточный раствор вот берем из маточного раствора у меня бутылка но 1 и 3 ну я ее не полную наливала вот я сюда брала 44 колпачка вот таких от маточного раствора потому что растюшки нас уже побольше вот в общем значит на не полную 1 и 3 на литр воды 4 колпачка вот такого раствора маточного ну и все у нас как по обычной нашей схеме мы нашей груши это очень удобно просто берем и вот так вот по краю немножечко слегка вот так и проливаем нашей кальциевой селитрой делается это для того чтобы все таки наши растюшки я уже говорила по поводу кальциевой селитры что это депонатор наш всех питательных веществ ко всем частям растения почему так необходимо подкармливать ну вот надо аккуратно смотреть смотрите чтобы у вас было между подкорками хотя бы неделя то есть если вы недели назад подкормили каким-либо удобрением то сегодня вы можете подкормить если вы дня два-три назад подкармливать то подождите пожалуйста неделечку для того чтобы не смешались и не получилось так что у вас погорели ваши растюшки не смешались это время то что кальциевый селитр смешивать ни с какими другими удобрениями нельзя ни в коем случае вот не вот таким образом мы подкармливаем все наши растюшки вот этой одной значит вот этой одной груши у нас хватает буквально на пять растюшек даже больше на 5-6 растюшек чтобы подкормить вот я прошу вас всех соблюдайте пожалуйста этику общения не не вступать ни в какие сколки сообществе потому что у нас позитив у нас нет негатива мы стараемся весь негатив убрать потому что это все таки растение не надо сюда никаких этих склоков если у кого-то другое мнение поэтому поводу хорошо высказывайте пусть люди прислушиваются и каждая решает для себя прислушаться ли какому-либо мнению поступить так или так поэтому прошу склоки не вступать и всего вам доброго хороших вам растюшек сети пожалуйста выращивайте я вот сегодня еще выкину фотографии в группу в сообщество о том как я сеяла я уже показывала снимала видео питунью и кольцо лярию я посеяла таким же способом с помощью вермикулита в бороздке и я скину фотографии насколько у меня это получилось ну вот с божьей помощью нормально так что всего доброго до свидания